Камил Владимирович, приветствую еще раз. Ну, как вам поединок? Мне понравилось то, что он прошел все-таки более длинную дистанцию, чем ожидалось. Почему? Потому что появляется всегда пища для размышлений. И очень много. Если бы Ислам в первом раунде закончил, а именно это он хотел сделать, и именно это, как мне кажется, сыграло с ним дурную шутку, злую шутку, то мы бы все сказали, ну, что, мисс-матч, туда-сюда, оппозиции нет. А сейчас можно сказать, что Парье, на самом деле, по сути, проявил себя, и поэтому можно Ислама и покритиковать за желание слишком быстро закончить бой, и, как следствие, наверное, силы немножко подрассчитал, и видно было, что чемпион к концу третьего раунда подзадышал, не был таким свежим, как мы хотели бы его видеть. И в то же время нужно отметить, что, несмотря на это, Ислам все равно стремится к финишу. Это и есть настоящий чемпион. То есть он же мог, на самом деле, просто выбить уже решение, понимая, что все к этому идет, забрать пятый раунд. Для него, мне кажется, принципиально было закончить бой досрочно. И он этого добился. Это тоже такая информация к размышлению. То есть это настоящий чемпионский характер. Ничего не спрашиваю. Вот касаемо решения, один из судей 2-2 насчитал по раундам. У вас как было? 3-1, скорее? Не знаю, я, может быть, субъективен. Я все раунды Исламу отдал. Да, там, в третьем раунде, в четвертом раунде, когда, особенно, когда бой в стойке проходил, вырисовывал там конкуренцию, но очень условно. Даже в стойке все равно, кроме, ну, Парье, он шумел, да, он там предлагал, как будто бы, там, закатить энергичный бой, но это были просто слова. По факту сам Парье не шел, не развивал атаки. То есть он все равно так или иначе пропускал. Пропускал больше, чем мыслал. Поэтому судья, который два раунда отдал, ну, не знаю, я не согласен. Я не скажу, что Ислам был таким убедительным в этих раундах, но он все равно их выиграл, на мой взгляд. Повторю, здесь может быть субъективизм определенный. Я же всегда рад, что мы когда-то за кого-то болеем, мы, может быть, немножко так предвзято смотрим. Ну, давай так. Первый раунд очевидный Ислам, второй раунд Ислам, третьим, четвертым. Я бы, мне кажется, что люди могли бы считать, что, например, защита от трейкдаунов является аргументом. То есть Ислам где-то пытался проходить, а Парье успешно все эти попытки нивелировал. И, может быть, это было поводом для того, чтобы посчитать, что Парье лучше. Но, не знаю, я считаю, что он все четыре раунда выиграл до пятого. А сечка вас не насторожила, что доктор может установить? Ислам сам говорил, что будет много, мне кажется, сечек именно с этими перчатками. Я так и не понял, где он у вас все. Там момент был, где он локтем как будто бы бьет. Да, вроде на выходе из кленча. Ну, нет, ну, это сечка на лбу, она не такая чреватая. Вот эти сечки на лбу на голове и сечки под глазом – это разные вещи. То есть она не влияет в целом на общую картину. Меня больше насторожило то, что геймплан немножко, мне кажется, был такой чуть наивный. Я вот уверен, что если бы Ислам не поспешил в первом раунде, то он бы где-то бой к третьему завершил. Просто он такой вот в середине боя, именно из-за того, что много сил в первом раунде как будто бы отдал, больше, чем надо, был недостаточно свежим. Из-за этого у него и проходы в ноги такие были стремительные, и он себя у сетки позволял разворачивать. Видно было, что ему нужно время как будто бы отдохнуть, да, в середине боя. Но что размен такой был ударами, он был как бы динамичный, но не быстрый. Да, надо признать, что Хабиба очень хорошо слышно было. Прям на всю такая огромная арена, и только Хабиба и слышно с его подсказками. Ну да, в этом случае нужен человек, которого ты слышишь, это же тоже важно. Ну, вот я все-таки должен отметить, что Ислам вытащил из себя финиш в пятом раунде. Это такой очень важный сигнал, когда можно просто закончить, побеждая. Ну, очевидно было, что бы один судья там не увидел, очевидно было, что он этот бой забирает. Тем более он чемпион, но он все равно постарался закончить и сделал это. Вот это важный показатель. Он такой очень сильный за Ислам, он очень сильного как бойца, конечно, витализует. Поэтому нет смысла, я не соглашусь, забегая вперед всеми, что скажут, что он функционально плохо готов, или там еще что-то. Нет. Здесь просто, мне кажется, ошибка. Желание финишировать в первом раунде. Паре себя финишировать не дал. Там момент, когда он на руку начал делать, вот самый первый эпизод. Уже там мог Ислам, на самом деле, по идее там закончить, если бы лучше пошло. Ну, вот и все. И был бы разгром, мы бы сейчас с вами это все не обсуждали. Мы бы говорили только про Царукьяна и Эдвардса. Так можно и про Паре поговорить. Вот, кстати, после поединка Царукьяна против Оливейру все говорили, что Царукьян еще такой сыроват для Махачева. А вот если мы берем Махачева с сегодняшнего образца, вот то, что он показал в бою с Паре, насколько Арман Царукьян готов к такому Махачеву? Или Махачев не будет таким, каким он был сегодня? Он не будет спешить, он не будет гнаться за сабмишином, а просто свою работу делать? Ну да, мне кажется, это опыт определенный. То есть данный бой показал, что на пятерах в боях надо, потому что силы расходовать более экономно, либо если уже берешь, что делать. Я думаю, Царукьяна у меня мнение не изменилось. Я считаю, что Царукьян был следующий чемпионат UFC легкой весен, но только тогда, когда Ислам этот бой составит. Это равно аргументов пока, чтобы обыгрывать Ислам практически ни у кого нет. Да, можно сказать, что Ислам там был не свежий, вот сейчас бы его паре нокаутировал. Ну сколько сил отдал и паре к этому времени? Сколько сил у него Ислам забрал? То есть у него уже то ножа, чтобы ударить-то не было. И кто-то скажет, ну если бы парей был бы еще свежее, ну тогда и можно сказать, что если бы Ислам был бы свежее. Поэтому это все так всегда. Он всегда относительно, на самом деле. А стоит ли Исламу подниматься весовой выше? Ну я-то как фанат, что я не хотел бы, чтобы он поднимался. Вот он очень комфортно себя чувствует в легком весе, так спокойно смотришь в его бои, особо не дерзничаешь. Так и хотелось бы дальше, честно говоря. Так, ладно, мы поняли, что он все-таки хочется. Ну просто, например, бой Махачи Федвардс был бы какой-то нереальный вызов, на мой взгляд. Ну, еще раз, я как бы, вот если как раз-таки не как болельщика, как болельщик Ислама, вот ты не совсем, мне кажется, даже корректно говорился. Ты говоришь, я как болельщик Ислама, который желает ему победы искренне, да? Вот так. А давай теперь посмотрим глазами болельщика, ну не предвзятого, да, не заинтересованного, а просто как фанат ММА. Вот как фанат ММА я хочу посмотреть бой Эдвардс Махачи. Как личный болельщик Ислама, я хотел бы, чтобы он спокойно выиграл бои, продолжал царствовать, и ничего бы не происходило, да? Не хочется нервничать, на самом деле. Но я сегодня не нервничал, я, честно говоря, все равно понимал, что мне почему-то показалось, что после третьего раунда, что дело прямо к решению идет в пользу Ислама. Вот поэтому финиш мне так порадовал. Хабиб провел три защиты титула в легком Ислам, вот на сегодняшний день три защиты провел, но при этом насколько Хабиб убедительнее был и всех засадмитил, настолько вот у Ислама из трех боев два очень таких валидольных было, если мы берем Волкановский и сегодняшнего Парье. Повод это сравнивать их и говорить о том, что Хабиб там классом выше, или же, ну, совершенно разные стили, даже говорить не стоит. Всегда был сравнивать Хабиба с Исламом, всегда. Если помнишь, то в бою с Паре, например, Хабиб, был опасный момент, когда Хабиб попался на гильотину. Таких ситуаций не было сегодня у Ислама. Можно и с этой стороны посмотреть. Хабиб такой был, скажем так, может быть, менее технически одаренный, если в целом говорить, все скиллы разбирать. Но более напористый в решении своей задачи, скажем так, если говорить про сабмишин. Может быть, он просто и как бы делал просто лучше, да? Поэтому сложно, скажем так. То есть, например, Ислам может быть более убедительным в бою с соперником, с которым Хабибы были бы проблемы. Чисто по эмоциям, но я плюс-минус могу сказать, что у меня ощущение, что и того, и другого никто не выиграет в легком месте. Оно было и тогда, и сейчас. Вот как только Хабиб прошел Конора, я и Конор-то особо шансов не давал, но все равно мне казалось тогда опасным своей левой. Конор в той еще форме, да? Я после этого вообще перестал переживать за Хабиба. И на самом деле за Ислама я тоже не переживаю. Да, был и футбой с Волкановским, но в принципе все со временем расставил свои места. Боюсь Парея за Ислама, тоже не переживаю. Поэтому как будто бы оба могут испытать проблемы только в другой весовой категории. Вот так. Поговорили по этой теме, я хотел спросить по поводу конференции Исмаил Атминеев. Ардашир уже информацию скинул о том, что две конференции, одна в Махачкале, одна в Ульяновске, одна в Москве, три даже всего. Уже полным ходом, полным ходом раскрутка уже идет у вас. Ну, почему вы решили в Махачкале, в Ульяновске делать именно вот такими выездами конференции? Родина обоих, родина одного, родина второго и такой более заинтересованный болельщиками в этих городах находится. Потому что в других городах очень много людей, которые в целом за бой, но не имеют какой-то, знаешь, какой-то своего, такого, знаешь, челленджа. Ну, нравится бой, да, с удовольствием посмотрим, придем. А в Дагестане, в Ульяновске есть люди, которые всей душой за кого-то из бойцов. Поэтому и там, и там. Да и решили порадовать, но не все же из Дагестана и из Ульяновска приедут. А так хоть посмотрят воочию на Минеева с Смаилом Жилых. Подробовать можно. Вчера, кстати, с коллегами разговаривали, что в России самый громкий бой кавказца и русского это Исмаилов-Минеев, а самый громкий бой русского против русского возможный был бы Шлеменко-Резников. Кстати, вот на этот счет спорили. Разговаривали. Кстати, вот опять же вернулись к Исмаилову с Минеевым. Как вам кажется, действительно ли Шлеменко-Резников самый громкий бой был бы после Исмаилова-Минеева? Именно вот на российском, постсоветском пространстве. Всегда, конечно, вопрос, как бойцы поработают над этим. То есть они начали хорошо, а потом, ну, как-то все, затишье, и уже эта пара особо не обсуждается. Там просто еще есть важный фактор, то, что, так как говорят американцы, делбрейкинг, то, что делать бой невозможно. Эти факторы два. Один в меньшей степени, это то, что они просто из разных классовых категорий. И судя по той форме, которую сейчас Шлеменко, он точно уже меньше 80 не сделает. А второй фактор, то, что Резников находится на контракте в ИСЕИ. И поэтому это, в принципе, мешает. То есть для этого Шлеменко должен прийти в ИСЕИ, подраться, хотя в последнее время ИСЕИ, в принципе, такие эксперименты делают. Но если бы они дальше начали это дело разгонять, то мне кажется, что мы бы дошли до большого боя Шлеменко-Резникова. Сейчас в это слабо верится. Я сейчас больше верю в бой Шлеменко-Срештинкова. Ну, многие вообще не верят. Сам Шлеменко тоже верят. Зачем ему давать шанс заработать деньги? Пусть приходит зал, подеремся бесплатно. Он тоже кач. В одном из выпусков ваших итогов недели вы сказали про турнир в Ереване. И на фоне интервью Вартаняна о том, что он как бы сейчас ищет, где бы выступить, были ли... Ну, очевидно, что они были. Насколько вообще возможно выступление Вартаняна на турнире в Ереване? Там один из инициаторов этого турнира, моих коллег, он разговаривал с Эдиком, но, по-моему, они там поговорили две минуты, и мне кажется, что даже в условиях не сошлись. То есть мы там поделились... Ну, я буду говорить, что это мы. Мы поделились своими аргументами, но Эдик там за более денежно, скажем так. Поэтому мне кажется, что все идет к тому, что Эдик вернулся в Россию. Либо наше дело найдет ему какое-то... Какое-то хорошее противостояние. Сланбек очень просит эту тему не поднимать. Повод его схватки с Ульяновым. Ну, у кого, как ни у вас, спрашивают, есть ли какие-то подвижки, какие-то сообщения на почту, может, пришли контракты? Нет, ну, Сланбек же мне контракт подписал. Да. Он с своей стороны поставил в это вопросе точку, а то ли я никаких подписанных документов не получал. Поэтому мне кажется, что все это дело сходит на нет. Мне кажется, что если нет подписанных контракта от Толи Сулианова, можно далее эту схватку уже не обсуждать. Сланбек тоже абсолютно прав. Или делаем, или не делаем. Сколько можно? Все это дело мы в Толе правил. Там же Толе был инициатором этого всего, поэтому я, со своей стороны, как организатор, предложил условия по 15 миллионов каждого. Если есть в России человек, который готов дать больше, пусть предлагает, я же не претендую на то, что это схватка должна обязательно пройти в рамках fight night. Но опять же, в деньгах ли дело, я не знаю, я не слышал позиции, например, то ли что его гонорар не устраивал. Он как бы дает это понять, но как-то это не говорит об этом. Не кажется, что мы одинаково понимаем ситуацию. Я тоже не люблю мусолить поединки, у которых нет перспективы, не мой стиль вообще. Вот сейчас начали очень многие его за слова, скажем так, подтягивать. А у вас не изменилось отношение? Ну, в том плане, что, как бы, вроде столько разговора, вроде и сам стал инициатором на конференции, при таком количестве людей вызвал, и тут вот никакой конфетики нет. Ну, я же поэтому мяч перебрасываю на его сторону. Пусть определится в этом смысле слова, и чем-то к аудитории вернется, на мой взгляд, это будет. И, на мой взгляд, тут произойдет, что-то то ли должно аудитории сказать. Ведь мы формальные, как бы, да, параметры же выдержали. Он говорит, сладко погребли, да. Сами жены, да. Сами жены, да, я готов все это сделать. Все, дальше что ли должен стать? Меня не устраивает предполкованного. Гонорар. Да, там, ну, может кто-то больше заплатит. Да, все-таки схватка беспрецедентна. Там, все, не знаю, что еще там. Время, место проведения. Ну, я говорю, повторюсь здесь. Мы же гибкие все достаточно, да. В целом все. Пока добавить больше нечего. Ну, думаю, то ли с чем-то должен вернуться, потому что иначе эта история будет к нему возвращаться. И последний вопрос. Вы выступили инициатором организации возможного боя между Азбаровым и Папиным по Кику. А как вам кажется, кто-нибудь потянет гонорары Азбарова сейчас, учитывая, что он за ММИ 400 штук зарядил? Думаю, что нет. А пока с такими гонорарами с Аслан, с Аслан без боев может остаться, мне кажется, у 4-5 долларов сегодня с Азбаровым. Заплатить это надо иметь прям такого очень серьезного антагониста, абонента для него и понимание, как этот бой раскрутить. Я могу сказать, что я не могу раскрутить бой Азбаровым, заплатив 400 тысяч долларов. Даже на двоих, если бы заплатить 400. это не моя история. Я знаю, как за 400 тысяч долларов на двоих раскрутить бой Минеев-Смайлов, это да. Но как бы здесь у меня уже рука набитая. И то там гонорар больше, на самом деле. Там около 500 получается, а то и больше. Нет, сегодня доллар. Доллар тут упал. То есть там и Смайлов-Минеев нормально готовы платить. Но у нас есть механизмы. А по Азбарову пока нет. Мне до конца непонятно, как и аудитория покупает, как и аудитория. То, что он популярный, да. То, что в боксе к ним привыкли люди, да. А будут ли так его бой по МММ или по кей-боксингу, например, ну, смотри, я не знаю. А супер, что это его бой? Ну, в итоге, сложно сказать. Ну, я думаю, что по боксу у него прям дорогие бои были. Он, наверное, стал самым высокооплачиваемым боксером в России. Заслуженно. Заслуженно, абсолютно. Ну, а по МММ, ну, он же тоже, мне кажется, говорит 400 тысяч за бой с Гончаровым, потому что у меня в бою с Гончаровым все-таки я явно не фомалит. Вот такая, мне кажется, моя позиция. Я поговорю с ним по бою, с папином, с Терму Санслановым. Действуют такие финансовые ожидания. Могу сразу сказать, что если деньги будут там больше 100 тысяч долларов, то я с ним, я не договорюсь. Это нормально. В этом ничего такого нет. Это работа. Его, моя. Здесь не должно быть ничего личного, каких-то огорчений, поэтому я не стесняюсь, задаю такие вопросы. Иногда пытаюсь спортсменам объяснить, что он там бойцу, что он должен на этот гонорар соглашаться. Почему я привожу какие-то аргументы и так далее. Здесь сложнее, потому что все это для Сослава не очевидно. Он скажет, почему я должен с папиной драться по правилам того вида спорта, в котором он, в принципе, более успешен был, чем я. То же самое, он говорит, почему он должен с Гончаровым драться не за беспрецедентные деньги, понимая, что Гончаров это будет явно хаварит. Вот так. Здесь все понятно. Он, к сожалению, лишился возможности в родной стихии выступать, поэтому нужно перестраивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!